Я сейчас не знаю, как это происходит, именно почему попадаю в тренды. Наш клип не попал в тренды ютуба. Они действительно просто, ну, хотят просто много дофамина, контента. Все, что вы думаете о ютубе, это неправда. Сегодня мы собрали мнения успешных ютуберов, и мы посмотрим, как им удается прорываться сквозь алгоритм. Мы собрали лучшие тактики известных ютуберов, мы послушаем, что они говорят, мы решим, что нам делать с этой информацией, и почему эти вещи важно знать, когда ты начинаешь строить свой канал на ютубе. Поехали! Привет, меня зовут Артур, и это канал Movavi. И давайте начнем с мастера, не побоюсь этого слова, гения ютуба, мистер Биста. Не секрет, насколько этот парень успешен на ютубе. У него сейчас больше 60 миллионов подписчиков, и можно легко подумать, он знает что-то, что не знаем мы, да ему повезло, именно поэтому он такой успешный. Но я не хочу, чтобы вы смотрели на мистер Биста сегодня. Я хочу, чтобы вы посмотрели, с чего он начинал, потому что это та самая важная информация, которая нужна тебе, если ты сейчас начинаешь свой путь ютубера. Вы вообще знали, что настоящее имя мистер Биста Джимми Дональдсон? Напишите в комментариях. Итак, Джимми Дональдсон из прошлого. Расскажи нам секреты. Для начала я хочу быстро описать вам путь мистер Биста, с чего он начинал, и как он дошел вообще до такой жизни, каким мы его сейчас знаем. Джимми начинал с видео игр. Он снимал геймплеи, много Майнкрафта, Call of Duty. То есть он был таким типичным ютубером, который снимает типичные геймплеи. Он рос довольно медленно. В начале пути он загрузил более 100 видео, на которых было очень мало просмотров. Но потом он понял, что ключ к просмотрам заключается в следующем. Нужно направить контент в другом направлении. И он начал снимать видео про других ютуберов и про их успех, например, как это видео. Сколько зарабатывает PewDiePie? И на самом деле он снял несколько видео с таким названием. Видео набрало значительные просмотры по сравнению с его другими видео. И он решил начать снимать другие видео, похожие на это. Сколько ютуберов миллионеры? Работает ли спам? Сколько денег? И так далее. То есть он начал миксовать его оригинальный игровой контент с другим типом контента. Он не боялся экспериментировать. Шаг за шагом он начал понимать, что он должен давать какую-то пользу аудитории, налаживать коннект с аудиторией, одновременно делая такие видео развлекательными. И потом он снял видео с названием «Досчитал до 100 тысяч», которое собрало 22 миллиона просмотров на момент записи этого видео. Видео завирусилось, он начал зарабатывать больше денег с ютуба и остальное уже история. Давайте сделаем небольшое сравнение. Вот какие видео он снимал раньше. И вот какие видео он снимает сейчас. Теперь давайте посмотрим на ключевые моменты в его развитии, которые могут быть полезны для начинающих ютуберов сегодня. Первое. Начните с тем, что у вас есть и просто продолжайте выкладывать. Очень распространенная ошибка прокрастинировать, потому что у вас плохая камера, потому что микрофона нет, потому что компьютер недостаточно мощный. Суть вообще не в этом. Реально лучший способ начать это начать. И мистер Бис доказывает это своим контентом. Он постоянно улучшает свой контент. Это критически важно в любом развитии. Лучшего момента нет. Лучший момент это сейчас. Второе. Следуйте трендам, когда начинаете. Вы должны понять, что всем пофиг, кто вы и что вы, пока у вас маленький канал. Вам нужно говорить о темах, которые актуальны сегодня, которые люди обсуждают сегодня. Отличный способ выбрать темы для ваших видео это с помощью видайкью. Выберите несколько популярных каналов в своей нише и перейдите на канале на вкладку в тренде. Не обращайте внимания на новые видео, но ищите старые видео, которые сейчас набирают просмотры. Возьмите эту тему и просто начинайте обсуждать. Снимите по-своему, сделайте лучше. Например, вместо того, чтобы сделать видео вроде «Как я снял свое первое видео», снимите что-то вроде «Как сделать свое первое видео круче» всего за тысячу рублей. Третье. Продолжайте улучшать и экспериментировать со своим контентом. Так же, как и «Мистер Бист», начните снимать актуальные темы, и потом, если этот формат вдруг не сработает, начинайте добавлять новые форматы. И периодически поглядывайте, на какие видео больше всего реакции, где больше просмотров и где выше удержания. Если какие-то темы однажды выстрелят, сразу снимите похожее видео. И повторяйте этот процесс снова и снова. Постоянно улучшайте контент. Не надо просто копировать то, что делают другие ютуберы. Сделайте это чуточку лучше. Другими словами, не надо в лоб воровать. Можно позаимствовать какие-то моменты и преподнести это немного с другой стороны и лучше. Об этом, кстати, говорит Иван Гай в своем интервью с Дудем. Уль Рувиуса именно формат с динамической подачей, цветная картинка, яркий запоминающийся образ. Я его проанализировал, моменты, которые мне понравились, я себе апроприировал. Сейчас все как бы уже иначе смотрят на этот момент. Типа, если это помогло кому-то понять какие-то азы творчества, то это позитивно. Многие начинающие блогеры часто сталкиваются с проблемой поиска удобных инструментов для монтажа и обработки фото. Очень важно в самом начале своего пути научиться делать контент быстро и качественно. И желательно, чтобы программы для всего этого, конечно же, были лицензионными. И вот тут, мне кажется, к вам на помощь может прийти Movavi Unlimited. Movavi Unlimited это очень выгодный годовой план, который по цене одной программы дает доступ к 11 крутым приложениям Movavi и безлимитную годовую подписку на все наборы магазина эффектов. Если вы хотите сделать что-то креативное и ищите какие-то простые инструменты для решения ваших творческих задач, то Movavi Unlimited может вам с этим помочь, ведь в нем вы найдете и программы для создания видео, записи экрана, компьютерных игр и приложения для обработки фотографий. А также уделиты для работы с документами, которые можно применить как в учебе, так и на работе. Отдельного внимания заслуживает годовой доступ к эффектам. Наборы в магазине эффектов Movavi создаются эксклюзивно для нашего видеоредактора. А это значит, что все новые титры, переходы, фаны, стикеры и так далее встраиваются прямо в библиотеку программы, что очень ускоряет процесс наложения эффектов. А их, кстати говоря, вы можете спокойно использовать в ваших YouTube каналах и страничках в других соцсетях. Больше информации о подписке Movavi Unlimited вы можете найти по ссылке в описании, а если вы все-таки надумаете ее приобрести, то наш промокод VLOG15 даст вам скидку 15% на предложение. Ввести промокод можно прямо в корзине при оформлении покупки, также получить скидку можно по другой ссылке ниже. Следующий на очереди Логан Пол. Мы все знаем его по очень эмоциональным, а иногда безбашенным влогам. И мы также знаем, что он был самым быстро растущим ютубером за всю историю в 2017 году. Но как он этого добился и чему мы можем у него научиться сегодня? В 2017 году алгоритм YouTube очевидно работал иначе. Как раз в это время Кейси Найста, тоже известный влогер, рос очень и очень быстро, выкладывая влоги буквально каждый день. И многие другие каналы стали успешными, используя такую же тактику в то время. Кликабельность превью была очень критична и YouTube ценил регулярные и частые публикации. Поэтому если у вас тогда было много минут просмотра и высокий CTR, ваше видео скорее всего набрало бы много просмотров. Мешаешь это с ежедневными публикациями и получаешь взрыв. И это как раз то, что сделал Логан Пол. Он выкладывал видео каждый день и влоги были достаточно длинными, примерно 10-12 минут. И его главной целью было заставить вас кликнуть на видео любой ценой. Он цепляет ваше внимание в начале видео, а все остальное время он делает что-то абсолютно другое, что к видео не имеет отношения. И только в конце видео он уделяет где-то 1-2 минуты теме, которая указана в названии. И самое главное, это работало. Но давайте сравним это с тем, что он делает сейчас. Его превьюшки стали намного менее кликбейтными. Они стали более минималистичными и они больше не кричат на вас, ааа, нажми на меня. Он больше не выкладывает так часто и его влоги стали в 2-3 раза короче. Но почему такие изменения и как это помогает Логан Полу прорываться сквозь алгоритм? Одна из главных вещей, с которыми сражается YouTube, это кликбейт. И YouTube глушит кликбейт, делая удержание аудитории в процентах очень важно. Получать клики на видео, разумеется, важно, но то, насколько долго зрители смотрели ваше видео, тоже очень важно. Именно поэтому его превьюшки стали ближе к сути видео и сам влог стал короче, показывая самое развлекательное и интересное. Поэтому делая видео длиннее просто ради того, чтобы сделать их длиннее, больше не работает. Избегайте филлеры в своих видео. Убедитесь, что все, что вы говорите или показываете в своих видео, отражает суть вашего названия и превью. Не надо делать какие-то шаги в сторону. Делайте видео настолько длинными, насколько длинными они должны быть. Вам нужно найти золотую середину в вашей нише между удержанием аудитории и минутами просмотра. Насколько долго ваши зрители готовы смотреть ваши видео, чтобы это не навредило удержанию. Например, золотая середина для влогов это 4-10 минут, челленджи и обучение 10-20 минут, подкасты, интервью и документалки более 20 минут. Следующий ютубер на очереди Маркес Браунли или MKBHD, как он себя называет. Он отличный пример того, как с помощью терпеливости и получения удовольствия от процесса можно стать одним из лучших на ютубе. Он начал с обзоров практически всего, что касается техники. Пульты, браузеры, телефоны. Он снимал все это в своей спальне и делал это с удовольствием. Это очень важно. Он не думал тогда о деньгах. Ему нравилось это делать и ему по-прежнему нравится это делать. Сейчас его канал один из самых популярных техноканалов в мире. И он берет интервью у таких ребят, как Илон Маск и Билл Гейтс. У Вилл Сакома была подобная история, разве что он начинал не в детстве, а уже работая. Всю жизнь, с самого детства я увлекался гаджетами. Не мастерил, но вокруг себя аккумулировал. Даже работая юристом вот на всех этих должностях, я продолжал интересоваться именно телефонами, смартфонами. На момент записи этого видео у Маркеса более 14 миллионов подписчиков. На него подписывается около 200 тысяч человек каждый месяц и более 50 миллионов просмотров каждый месяц. Такое количество просмотров будет приносить вам, грубо говоря, 200 тысяч долларов в месяц, со средней ценой за тысячу коммерческих показов 5 долларов. Представьте, если бы Маркесу, когда ему было 15 лет, сказали, что у него вот это вот все будет. Я уверен, что он бы подумал, что это какие-то сказки и... Итак, чему мы можем научиться у этого ютубера? Он начал свой канал в январе 2009 года с обзора ноутбука HP Pavilion, который ему подарили на Новый год. За первые два месяца он опубликовал более 100 видео. И знаете, сколько подписчиков у него было после публикации этих 100 видео? 70. Не 70 тысяч. Просто 70. Напишите в комментариях, сколько подписчиков у вас сейчас и сколько у вас видео на канале. Маркес просто продолжал выкладывать до тех пор, пока одно видео не выстрелило. Ну, как выстрелило? Набрало много просмотров по сравнению с его другими видео, на которых в среднем было 30 просмотров. Это видео набрало 8 тысяч просмотров. И почему так произошло? Маркес сразу же понял силу трафика из поиска на ютубе. Он начал давать зрителям больше пользы по актуальным темам. Он начал снимать обучение по темам, которые очень интересовали людей, и они искали ответы на свои вопросы, буквально печатая вопрос в поиске на ютубе. Например, как использовать Safari на Windows? Он выложил это видео прямо после запуска браузера. И он понял, что скорость очень важна, и его контент должен идти в ногу со временем. Это помогло ему закрепиться в поиске по многим запросам в его нише. И таким способом со временем он стал набирать все больше и больше просмотров. И это критично для каждого нового ютуб-канала даже сегодня. Посмотрите на популярные поисковые запросы с наименьшей конкуренцией. И сделайте название вашего видео максимально близким к тому, как люди ищут. И Маркес все еще пользуется этой техникой, несмотря на то, что большая часть его трафика идет из рекомендаций. Но он понимает, что так его контент становится проще найти для новых зрителей. Если вы только начинаете свой канал, я очень советую плагины TubeBuddy или VidIQ для поиска оптимальных тегов. И точно так же, как MrBeast, MKBHD всегда фокусируется на пользе для людей и постоянно улучшает качество своего контента. Маркес начал с тем, что у него было. И когда он начал получать свой первый доход, он начал реинвестировать его в свой контент. Он купил новую камеру, новый микрофон, новый свет. И он все еще продолжает улучшать качество своих видео. Сейчас он снимает на камеру RED 8K и иногда использует программируемого робота, чтобы сделать более киношные кадры. Он думает о своей аудитории, первостепенно он думает о пользе. Именно поэтому все верят его мнению и всегда смотрят его обзоры, прежде чем принять решение о покупке. MKBHD отличный пример для каждого начинающего ютубера. Он показывает, как ты можешь построить очень успешный канал с помощью терпения и любви к своему делу. Напишите в комментариях, какой ваш любимый ютубер. Также уничтожьте кнопку лайк, если это видео было полезным. И увидимся в следующем выпуске. До скорого. До скорого.